Всем привет, ребята, вы на канале Сфи Ларсен, и сегодня у нас будет видео, что в моей сумке. Относительно недавно, можно сказать, такое видео я снимала, но если скажу честно, я люблю менять наполнение сумки на все 100%, потому что некоторые вещи мне становятся ненужными, некоторые я вообще просто не хочу уже использовать и так далее, то есть что-то примерно в таком роде, и поэтому и сумку, и все наполнение практически я поменяла. С какой сумкой, с каким наполнением я выхожу куда-нибудь гулять, потому что это наполнение мне практически всегда нужно. Ну как, я чувствуюсь с ним более уверенно, можно так сказать, когда выхожу куда-то на прогулку, а так что это довольно-таки будет интересно. Так, вот моя любимая сумка на данный момент. Я ее показывала в одном из прошлых видео, когда показывала всю свою коллекцию из Victoria's Secret. Она вроде бы кажется маленькой, но в нее вмещается, мне кажется, очень много всего, что в принципе для прогулок и нужно. Как я говорила, я ее использую еще и для поездок, потому что она поездная, и очень удобно в ней хранить все паспорта в аэропорту и так далее, то есть все те вещи, что очень страшно потерять, скажем так, поэтому это просто незаменимая вещь. И на прогулках я тоже беру довольно-таки часто ее, потому что, опять же, она удобная. Итак, первым делом, что здесь лежит, это санитайзер. На самом деле я обожаю просто чувства, когда вот руки чистые. И неважно, это я помыла их с мылом или же просто воспользовалась санитайзером, это будет всегда приятное ощущение для меня, скажем так. И это санитайзер от Bassin Body Works. Я обожаю их санитайзеры, потому что у них больше 65% спирта, а что значит, они убивают все бактерии, и у них просто божественные ароматы, так что это просто огромнейший плюс. К примеру, вот этот санитайзер с запахом ванили, и он идет из новогодней коллекции, он реально пахнет ванилью, что просто не может не радовать. А я еще тот человек, который очень любит такие теплые, сладкие ароматы, и особенно ванильные, так что этот санитайзер, мне кажется, просто мой фаворит на данный момент. Дальше я здесь вижу маску от Victoria's Secret. Ну, это понятно, потому что сейчас без маски никуда, так что я ее везде с собой ношу. Что мне нравится? То, что у нее просто невероятная красивая расцветка. Она внутри хлопковая, что тоже не может не радовать. Ведь на лице она смотрится тоже очень прекрасно. Вот так вот она смотрится на лице, мне, опять же, безумно нравится, так что меня все в ней устраивает. Кроме шеплю, что ее очень легко стирать, так что реально просто маска незаменимая. Конечно же, крем для рук. Сейчас зима, и довольно-таки холодно, руки постоянно у меня обветриваются, постоянно сухие, и мне это абсолютно не нравится. Так что сейчас я себя приучила брать с собой крем для рук. Это крем для рук от Pink, и на самом деле я его уже протестировала. В видео про Victoria's Secret я говорила, что еще его не пробовала, но вот как раз-таки после этого видео я на ночь его пробовала, и мне он просто безумно понравился, потому что он имеет очень ненавязчивый запах. Я бы сказала, даже запах, которого практически нету, что мне и нравится, потому что я не люблю прям такие крема для рук, которые очень сильно пахнут. И он очень сильно увлажняет, прям очень сильно, я бы сказала. Потом на следующий день руки просто невероятные, так что этот крем мне реально понравился. Дальше, и самое интересное, что здесь у нас лежит, это, конечно же, косметичка, которую я с собой беру. А в каждую какую-то прогулку и все остальное я беру с собой косметичку, чтобы на какой-то, можно сказать, важный случай она у меня была. И это мне всегда нравится, потому что раньше, помню, я не брала с собой косметичку и все остальное, мне это абсолютно не нравилось, что что-то нужно быстренько из какой-то косметики, там декоративно и все остальное, а его нет под рукой. И это было очень неудобно для меня, так что сейчас я ее с собой беру и чрезмерно этому рада. Это косметичка от Victoria's Secret, опять же, мне кажется, у нас здесь практически все сегодня из Victoria's Secret, так что это огромнейший плюс. И она очень красивая, но не могу сказать, что прям очень сильно вместительная. Сюда влазит парочку продуктов, но не больше. Так что давайте ее открывать. Первым делом я здесь вижу консилер Maybelline Fit Me в 0,5 оттенке. Я его обожаю, и вы знаете, что у меня проблемная кожа, прыщи и так далее, так что эта штучка всегда со мной, и она всегда просто незаменимая для меня. На самом деле очень люблю этот консилер, потому что он прекрасно все перекрывает, так что для меня это реально очень хороший вариант. Дальше у нас есть тушь также от Maybelline. Это моя новая тушь, я ее решила купить в коричневом цвете. Как раз для этого видео я красилась именно этой тушью. И что я хочу сказать. Она, как я сказала, уже коричневого цвета, и у нее безумно удобная щеточка. У меня уже такая была черная, и поэтому в этот раз я решила попробовать коричневую. Что могу сказать? Я долго думала брать черную, опять же, или брать коричневую. В общем, не могла определиться, но все-таки решила попробовать что-нибудь новое. И взяла коричневую. В принципе, как для человека со светлыми волосами, потому что у меня светло-русые волосы, по сходу, мне кажется, эта тушь довольно-таки хорошо. И подкручивает, удлиняет, и создает хорошенький объем, что мне и нравится. В общем, буду пользоваться, она мне довольно-таки понравилась. Дальше идет, наверное, мой самый-самый любимый продукт на данный момент. Это румяна от Givenchy. Это был один из моих подарков на Новый год. И что могу сказать? Я в них сразу же влюбилась, даже после того, как сразу их открыла с коробочки. Потому что они просто невероятные. У них мега красивая баночка. Они, не могу сказать, что компактные, потому что сюда они помещаются с трудом. Здесь просто невероятно красивая баночка. Это первый оттенок. И, как я говорила в прошлом видео, это такой цвет Barbie. Потому что цвета здесь очень прям яркие. И, конечно же, мы их открываем, и видим просто невероятнейшую пуховочку. Так что это безумно красиво смотрится. И безумно меня радует, когда я пользуюсь такими красивыми вещицами. Следующее и самое большое, что лежит в моей косметичке, это палетка хайлайтеров от Revolution. Это был тоже мой один из подарков на Новый год. И что могу сказать? Они просто невероятные. Потому что просто посмотрите на вот эти вот цвета. Это что-то с чем-то, потому что они полумраморные. Они такие многогранные. И очень красивые. Так что эта палетка просто безумно красивая. И вообще, я обожаю тени хайлайтеры от Revolution, потому что они очень хорошего качества. И поэтому это просто невероятный вариант. У них мелкие блесточки. Смотрятся они все очень натурально. Поэтому, реально, это очень хороший вариант. И мне кажется, опять же, что эта палеточка стала моей любимой из хайлайтеров. И вообще, знаете, я такой человек, который покупает что-нибудь новое, к примеру, как эту палетку. И буду пользоваться долгое время только ею. И я не знаю, как это работает у меня. Потому что у меня есть и другие палетки. И от Victoria's Secret, и от L'Oreal, и Essence. Но я все равно пользуюсь сейчас Revolution. Не знаю, как это происходит у меня так со всеми новыми продуктами. Почему так, опять же, я не знаю. Последний продукт, что лежит у меня в косметичке, это масло для губ от Clorans. Не перестану говорить, насколько оно классное. Потому что, реально, оно самое классное, что у меня есть. Оно идеально увлажняет губы, быстро очень впитывается. У меня это масло в 0,3 оттенке. И что могу сказать, что там все эти масла просто полупрозрачные. Также там есть масла, которые в матовых баночках идут. Вот те уже идут с тентацией и уже идут довольно-таки яркие. Сейчас это масло у меня на губах, и оно уже полностью впиталось. Так что губы реально ощущаются очень увлажненными и безумно крутыми. Так что это масло действительно мой фаворит. И также, что еще лежит в моей сумке, это мист от Victoria's Secret с запахом Heavenly. Это люкс коллекции. Я помню, что здесь был запах пиона, сандала и также ванили. И что могу сказать, пахнут они безумно дорогими духами. Действительно, запах очень такой дорогой, сдержанный. И, честно, я опять же советую их всем купить. Очень тяжело сказать, какие они там сладкие или же свежие. Потому что они прям многогранные, что мне очень сильно нравятся. Потому что раскрываются сначала одни ноты, потом раскрываются другие. И это реально огромнейший плюс. Но, тем не менее, мне тяжело определиться, какой это, можно сказать, тип запаха. Не могу сказать, что прям сладкий, но не могу сказать, что прям свежий. Что-то между этим. И, тем не менее, они просто безумно классные. Конечно же, в своей сумке я еще ношу ключи и также это кошелек. Просто в этом видео не показала. Но, конечно же, эти продукты у меня с собой всегда есть. А телефоны с собой ношу просто всегда в руках. Вот я не знаю, я такой человек, который не может положить телефон в сумку или же в карман. Потому что мне будет казаться, будто я его потеряла. И это всегда так происходит. И что мне очень сильно не нравится. Поэтому телефон у меня всегда в руках. Моя сумка полностью пустая. Я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал. Потому что я очень стараюсь над своими видео. И поэтому буду чрезмерно вам благодарна. Ну, на этом было все. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы были на канале Сфиларс. До новых встреч. Пока-пока.